друзья всем привет ну представляете начала все все делать и забыла что мне нужно снимать видео вторую часть вот уже одну посадила как я и говорила я ее просто хевересуен я просто пересадила так ну вот показываю вот эти все отделила от грунта они были в торфяном грунте вот освободила корни потому что при посадке нужно обязательно отделять корни от грунта очищать очищать их максимально вот такие у нас корешки получилось храмбуды и красула пирамидалис друзья ну пристроила камеру не знаю видно будет или нет сейчас посмотрю видно в общем просто показываю посадки вот на дно горшка я сыплю это много керамзит керамзит у меня крупный так вот сделала вот такой грунт видно 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 в общем красу он вот этим красу вообще красу любят жирный грунт но именно этим нужно по беднее потому что они очень не любят перевлажнение в жирном грунте как известно влага держится долго и поэтому нужно обязательно делаю все руками друзья делаю все руками также где-то я пинцет свой потеряла даже я его дело вот он мой пинцет в общем так сейчас друзья я всегда вот такие растения у которых маленькие корни деток вот по типу вот этих красу сажаю вот таким образом вот я ее беру пинцетом вот так зажимаю ей корни но мне просто сейчас неудобно показывать на весу и корни направляю вниз вот за кончик корней беру пропихиваю их туда глубину потом дальше дальше все вот она у меня уже сидит и корни там находится в грунте очень и очень ровно дело в том что я уже рассказывала вам в прошлом году я снимала видео по посадке хеверии с большими корнями и там я вам рассказывала и про литокс рассказывал тоже про пересадку я эти видео снимала примерно в один день и вот говорила вам о том что обязательно нужно корни расправлять распрямлять по всей длине если вы посадите растение вот таким образом вот и корни будут загнуты то есть вот так вы ее просто засунули и все и корни вот крючок завернулись и вы туда ее пихнули она расти не будет это я проверяла на собственном опыте снимала такое видео и я вот где-то видела что девочки уже пользуются моим методом из своих видео тоже своим подписчикам рассказывали о том что нельзя вот так делать это я проверила друзья это у меня как бы мой лайфхак личный так в общем посадила корни распрямили ой неудобно мне так мы ее засунули одну вторую тут не будет видно или будет видно наверное будет так в общем примяли землю возле этих красу все они сидят в общем этого горшка друзья им вполне хватит потому что красного эти невысокие корни у них маленькие и пока они разрастутся пока корневая система у них разрастется до такого размера что этот горшок им станет тесен ну год точно пройдет а вот пройдет там дело видно будет что с ним будет делать так в общем посадила тут у меня есть несколько камешков сейчас мы вот здесь где корневая шейка подсунем вот так по камешку вот так нужно всегда делать с такими красулами есть вообще с такими растениями с лейтопсами которые склонны к загниванию корневой шейки то есть корневую шейку нужно ограждать от грунта вот вот так подсунули они во-первых фиксируют растение не дают ему падать но во-вторых предотвращают от попадания влаги вот так наверное долго будет по времени с четырех сторон вот камешки задвигаем эти камешки кстати я вот хожу куда-нибудь и на дорогу когда у нас зимой посыпают тротуара песком потом когда снег тает эти камешки песок он растаскивается а крупные камешки валяются на тротуаре ноут я бомжу и собираю вот эти камешки так ну и все это так для красоты посадила их вместе а можно подмелиться она поживет даем все-таки веселее людмила она аккуратная друзья но не стала снимать весь процесс принцип понятен был я просто хотела вам показать как посадить пирамидалис и храмбуды но остальные вот попыряла сейчас и сейчас приступаем ко второму этапу сейчас будем сносить головы вот так фигура вторая печальная у меня сегодня все через то место грунт кончился керамзит кончился и горшки кончились а я собралась тут все сажать в общем пока я сходила сарай за всеми этими причиндалами пока этом зацепилась соседями на улице постояла погода сегодня такая хорошая вот прошло уже много времени в общем начинаем так одна головушка готова вот вот так видно нет дальше 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 я даже не знаю чем лучше леской так что-то мне силенок не хватает палец полезен есть голова есть вот пень есть окно открыто на улице шум так дальше здесь тоже леской останутся на розетке вот эти обугленные листья ну парочка есть растению хватит этих вот двух нормальных здоровых листьев чтобы сохранять фотосинтез и чтобы образовались потом на дне последствий детки такая классная головушку получилось вообще обалденная смотрите вообще суперская камера снимает я смотрю сейчас красноватым оттенком на самом деле она малиновая малиновая-малиновая руки мои грязнищие сейчас все посадим будем все мыть лапки будем свои драйвить еще одно поддело так все конечно очень удобный метод вот этот с леской можно и ножиком но мужиком дольше и и ножиком повреждаются больше листья если их не обрывать здесь все хорошо получается листики эти остаются на розетке даже ее зацепить задеть ну вроде поддела вот такая макушечка такая роза классная друзья обалденная вот оттенок конечно не тут она такого голубовато-сильневатого цвета не то на камере совсем не то так кто у нас еще остался у нас еще вот это стоит ну вроде поддела один лист режется леской наверное жена мое сделать друзья попыталась два листа сорвать потому что листья леска резала и отломила кусок ствола как раз вот там те места где потом последствии под этими листьями будут лезть детки но ничего тут достаточно место для деток так вот голова где голова вот голова ну а еще одна даже две еще что-то мне уже надоело друзья ну вот эту срубила вам не показала в общем теперь удаляем вот эти листья которые вот в этой в этих болячках эти листья будут на выброс останется здесь такая пипка маленькая с трудом она конечно будет укореняться потому что слишком молодые ткани на ней ну я знаете у меня на нее надежда так и так не было потому что она больная розетка просто вот может быть что-то и получится вот еще вот этот лист его как бы по идее нужно оставлять но он больной наверное сейчас я просто вот эту головенку маленькую замочу брошу примерно на полчаса пусть она поплавает в растворе просто вот этот лист не знаю наверное все таки его оторву вот так слишком на нем большая уже болячка вообще надежда как я уже сказала у меня на нее нет не потому что вот она такая маленькая она как бы вот такая маленькая пипка на укорениться но дело в том что если растение больное то хорошего ждать от него не приходится да кстати давайте посмотрим ногу какая нога я вот говорил что интересно посмотреть внутри все нормально нога здоровая срез белый ничего там такого криминального я не вижу а листья видите какие вот так ну что будет то будет ну вот друзья это поверженные головы а еще мне канта осталось ну ладно канта не буду вам показывать в общем сейчас я пни вот эти освобожу от грунта как всегда не буду сажать в одну ложку ну и головы соответственно тоже в горшки в каких они и росли ну и потом покажу вам конечный результат друзья вы знаете вот в идеале конечно же вот эти пни нужно оставлять именно вот в этих горшках каких они сейчас находится то есть рубили головы головы посадили отдельно а вот эти пни оставили в точно в таком виде в каком они есть не тревожи их не нарушая корневую систему но вот я опять повторяю что в связи с нехваткой места дорог каждый сантиметр и поэтому я всегда пни сажаю все вместе в одну ложку ну они принимаются но знаете вот как бы я они и деток дают но я прихожу к выводу к такому что лучше они то то есть в большем количестве дают деток вот именно вот так когда ты их не тревожишь а когда ты их потревожишь что детки эти такие какая вылезет засохнет какая ну с каким-то нормально все бывает но вот много конечно минусов в плане взращивание деток потому что ну детки на каком-то периоде начинают расти и начинают засыхать потому что либо пень не принялся либо принялся но плохо в общем в общем строение нарушено и соответственно уже не тот результат друзья ну вот наконец-то я закончила все поперемыла горшки поперемыла вот что у меня получилось вот те головы которые я срубил я их просто положила на грунт это никак не хочет боком ложится чтобы вот эти срезы все просыхали вот так они будут лежать дней пять потом я их углублю сделаю ямку так их засуну и полью вот так вокруг и все и они дадут корни и потом я уже буду их поливать как обычно вот результат моего труда вот этот кстати оборвала корень нечаянно у креспаты не пришлось ей отрезать эту ногу там чуть-чуть корешка даже есть ну вот положила в общем креспата будет у меня теперь расти на новых корнях и в большом горшке я и планировала ее посадить вот в эту девятку так это у нас храмбуды это у нас свой он это лингваз тоже лежит вот так просто все лежат но этот посажен мудривер не тот цветонос для эксперимента положила не знаю надежды меня что-то нет что он даст корни но попытка не пытка цветонос вообще очень плохо укореняются всегда ну и вот тот который лежал который я вам показывала вот тоже его посадила ну и все вот один единственный вот этот пень не влез тот горшок в общий от канты будет расти так а эти все вот сюда да друзья кстати вот про вот эту я хотела сказать знаете наверное вот с вот этой головой где на есть это головенка то вот она на маленькая головенка не все так плохо с этой головой я думаю что это никакая не зараза но это мои предположения почему я так решила потому что когда я раз потрошила горшок когда я начала осматривать корни то там была сухая такая гниль которая медленно-медленно расползалась но так как нога большая и внизу еще была длинная нога то есть та нога на которой ну на чем показать вот эта ножка такая ножка на которой растут корни она была очень длинная вот почему нельзя длинные ножки оставлять но сантиметр максимум и все если вот такую допустим ногу вы оставите то она в земле начнет со временем загнивать вот что и произошло с вот этой у меня пахиверий поэтому я оставила вот эти листья я так подозреваю что это никакая не зараза просто это было от корневой гнили видимо вот ну как не сработали видимо так корни ствол уже не так стал распределять влагу и поэтому она наверное вот покрылась пупырками ну все равно у меня на нее надежды не особо много потому что там ножка срезана не знаю укорениться на или нет на трех листьях ножка там совсем срезана в общем она тут стоит у меня в дырке единственное я вот здесь ничего не поливала вот с этого места эту и вот эту это кстати тоже был подгнивший ствол подгнившая ножка вот у этой эхиверии то есть вот эти два инвалида у меня сидят в одной стороне их я не поливала поливала вот до середины горшка полила но и вот эту сторону ну и все и в общем вот таким макаром вот этот срезанный цветонос вот таким макаром у нас это все будет произрастать ну я надеюсь что все примется хотела вам снять показать результаты первого моего срубания голов друзья они уже начали принялись и начали опять по новой тянуться хоть опять в пору срубай головы в общем как-нибудь покажу вам на днях сниму и покажу результат вот того моего переукоренения ну друзья на этом все спасибо за просмотр всем здоровых жирных растений всем мира здоровья и добра пока пока желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни благодарю за внимание